Всё, записывать начинайте сначала. Не-не-не, сейчас вы пока это... А вы когда про нас говорите, что вы о нас думаете, да мы бы вас вообще не думали. Я этот анекдот рассказывал в Москву, Питер, про афере Салоники. Везде прекрасно себе ложится. Так что вот нынче правило, салим и хайфа. Мы с вами сегодня собрались поговорить о библии. Встреча с читателем. Я прочитала книжку, считается, и только у Салима делится. Глупо было бы книжку пересказывать, да, поэтому я поделюсь с вами мыслями всякими разными вокруг, которые возникают. Назвала вот таким образом. Биби. А биби можно здесь поставить запятую. Но все свои. Тоже будет неплохо, да, тогда звучать. Боль нынешнего времени, да, все говорят о том, что вот время этих долгожителей, ну, не в плане только лишь возраста, хотя я сюда возрасту и несла, но еще и долгожителей в политике. Оно бы радует, конечно, и я бы тоже двумя руками голосовала, чтобы сменялись поколения, но менять хочется на что-то достойное. А иначе зачем менять ради того, чтобы менять? И, к сожалению, это вот время постмодерна, когда у нас выходы стилились, изменились с точностью до наоборот смысла слов, как-то сравнивать либо с Путиным, у меня волосы на голове зашевелятся просто. Ну вот, это же есть, да, и говорят, вот сколько тут угас, сколько и эту угас. То есть проводят параллели там, где это не то, что не параллельно, это перпендикулярно совершенно. Ну вот, я взяла несколько молоденьких. Этому парню так Википедия показывает то 40, то 42 года. Ну что это, блестящая замена? Так что тут только руками развести, мне кажется, да, и Ангела Америки, как бы она долго не была у власти, она совершенно легитимным, законным образом побеждала на демократических выборах, в демократической стране. Поэтому сравнивать теплое и мягкое, ну как-то не есть хорошо, да, я за то, чтобы мы точно называли вещи с временами, еще дико отучил в свое время, что вы тем самым половину проблем просто сразу же снимаете с себя. Пару слов обо мне. Меня зовут Елена Горовая, я в Петербурге работала гидом, потом в Греции жила, пять лет в университете училась, тоже гидом работала. Сюда приехала в 18-м году, потом в 19-м уже на Лимуде выступала, я такая выступальщица, в общем. Спасибо, что... Терпите, да? И я поставила это ушко, у меня слуховые аппараты, то есть я... если много народу говорят одновременно, я теряюсь, я не всегда могу сразу понять, откуда я сушник звука, ладно? Поэтому если вы хотите со мной поговорить, то это приватно, глаза в глаза, и тогда я как нормальная. Училась в Петербургском университете, училась в многое всему. Первое образование как раз исторический факультет Дальневосточного государственного университета, это когда мы изучали историю КПСС, научный коммунизм, научный атеизм, с уроками серьезные государственные экзамены. Ну, а потом много всего другого было разного. Ну и самое главное, конечно, самообразование. Правда же, когда ты сам читаешь, сам себя тянешь за волосы из болота, ты можешь вытащить, иначе тебе никто не поможет. Вот несколько разных книжек. Вот это сейчас прямо воздательство, она должна где-то в скорости выйти уже. С октября по май я это писала, прямо вот по нашим этим событиям. Ну, в принципе, здесь о антисемитизме, конечно, большей частью речь идет. Когда заходит разговор о Вибе, Вибе это религия, это давно не человек, не политик, либо рак випе или рак лео випе, да? И я всегда, вот когда такие разговоры заходят, когда переходят на личности, я сразу прикрываюсь вот этой фразой Элеонора Лузельта, она совершенно гениально, на мой взгляд, сформулировала. Либо ты идеи обсуждаешь, даже когда это посты в Фейсбуке, да? Либо события какие-то происходящие. Ну, либо... Личности, персоны. Это разговор на уровне сам дурак. К сожалению, то, что у нас в большинстве случаев как раз и включается. Поэтому я бы хотела, чтобы мы сегодня все-таки меньше говорили о персоне в плане перемывания костей, потому что это бесконечная вещь. Кости у него белоснежные, и в книжке в своей он пишет о том, что шкуру у меня так алия, что уже не каждого слона можно найти в природе, встретить с такой толщиной шкурой, да? Уже даже шутки на эту тему стали появляться. Ну и вообще-то говорят, что у человека ухо два языка один. Слушать надо в добрый вечер. Больше, чем болтать самому, тоже бы не вредно было. Я хочу начать издалека. На понятном греческом языке написаны понятные слова. Кто может понять, о чем здесь написано? Очень верховая написана, да? Это современная фотография. Ну, то есть, когда я жила в Греции, там, 6-7 лет назад, я сфотографировала, то есть, о современной греческом языке написано. Частный паркинг, приватный. Вот. И, соответственно, то слово «идиотикоз» греческое очень хорошо видит. История этого слова из древней Греции идёт. То есть, греки говорили, если в стране какие-то смутные времена, и народ разделился на красных и белых, синих и зелёных, в кратинку и в полосочку и так далее, ты должен к какой-то стороне примкнуть. Если ты говоришь, «Ют не политики», «Я не участвую», «Я не играю», то ты занимаешься только своей частой жизнью, ты идиот. То есть, это не ругательство, не обсыгалка, это формулировка, это статус. Ты занят только собой, тебя ничего совершенно не интересует. И вот таких особенно не терпели. Мы же с вами помним, что древняя Греция – это не то, что сегодня, это страна, таких понятий не было ещё в те времена. Это был набор городов, государств, полисов. А в лучшем случае, если не замечали соседа уже хорошо, а то воевали между собой. В общем, всё как у людей, как всегда. От древнегреческого слова «полис» – город. Политика, политики и так далее, и так далее. Полиция – всё-всё-всё. Оттуда как раз корни растут. И политики – это люди, которые профессионально занимаются управлением. По следам речи Библии в Конгрессе я написала пост в Фейсбуке, там написала, как раз, что профессионально. И за что стали его ругать? Ну, конечно, он же профессионал. Приехали. За профессионал, если мы ещё теперь будем человека ругать. Так что вот, древние слова, они имели буквальный смысл. И иногда ты вот, когда в этот буквальный смысл до него докапываешься, это неплохо бывает, прочищает нам мозги. Для чего нам здесь этот монах? Монах выполняет очень важную функцию. Я поставила картинку для того, чтобы не забыть вам замечательный анекдот, байку такую, кричу. К тому, что читать надо первоисточники. Я думаю, что вы её тоже, может быть, помните и знаете, да? Когда в христианских монастырях, это не вековье, усаживали молодых монахов, навык письма, это был достаточно хороший профессиональный навык. И вот ребятам давали какой-то текст, они сидели, переписывали, тиражировали таким образом, да, тексты. И появился один какой-то строптивый и говорит вот такому старому монаху, слушай, а что ж мы переписываем вот с того, кто-то до нас уже переписывал? А где первоисточник? Что там где-нибудь так? Кто говорит, ну какая тебе разница? Те дали текст, сиди, пиши, у тебя зря такое любое, да? Ну понимаешь, если кто-то сделал ошибку, и мы потом тиражём, и мы эти ошибки уходят, уходят и уходят. И этот старый задумался и пошёл в подвалы в архивы, докопался, поднимает бумаги, прочитать, что ж там было. Нету его и нету. День нету, два нету, три нету. Помните, да, байка шикарная? А ребята спускаются в подвал, он там рвёт на себе волосы, головой в каменную стену бьётся. Боже мой, какой ужас! Целебрейт написано, радуйся! А кто-то где-то написал цели бат? Воздержание. А с тех пор мы на них ничего себе не позволяем. Байка шикарная совершенно, она вполне как и цена тост. Да, то есть читайте первоисточники. Поэтому, Михаил, спасибо вам за книжки, за то, что даёте нам возможность почитать, познакомиться с тем, что пишет. И я для себя, когда стала книги читать, Биби, я просто думаю, иногда читаешь кого-то там, гидов, каких-то писателей, каких-то, кто хорошо словоскладывает, думаешь, какая мысль хорошая, какая мысль замечательная. О, Шварца, по-моему, да? Какая блестящая мысль, кровью крали. Вот так и получается, что все эти блестящие мысли, которые мелькают в фейсбуках, они все из этих книжек. И это потрясающе, моё личное было открытие. То есть, действительно, читать надо книжки Биби. Там всё уже прекрасно сформулировано. Спасибо ещё раз вам за переводы. Потому что, действительно, открываете нам глаза. Очень часто наши оппоненты, скажем так, да, они упрекают Биби в том, что он не ведёт себя как диктатор. То есть, его обозывают диктатора. Вот это же опять вот этот наш постмодерн, смена смысла, подмена одних людей. Алексей Стоквиль жил ещё в первой половине 19 века. И вот такие замечательные вещи. Он ездил в Америку тогда, из Франции. Он француз. Изучал там вот эту вот новую, алиниканскую, формирующуюся демократию. И вот так красиво сформировал. Действительно, новое поколение, новый народ. То есть, как мы делаем детям прививки от кори, от оспы, мы должны их учить, где какие есть опасные развилки, чтобы страна не скатилась туда или сюда. Для этого нам ММТОЭ подал 14 признаков фашизма и всё остальное. Но в силу того, мы думаем иногда, что раз я знаю, то и другие знают, то вроде как бы зачем об этом говорить. И не получается. Ну и английский газон, это тоже, конечно, та самая замечательная история. Английский газон завести очень просто. Один раз посеял траву и 500 лет лежит дневные стрижки. То есть, вот в этом смысл есть в каждодневном труде. И не лозунги, не выпивнуть, покончу их бежать, а именно вот работать над собой, из себя раба выдавливать по капле и прочее. То есть, над собой, детьми и прочие все вещи. И здание парламента в Ревьянке, я думаю, что тоже этот камень прекрасно помните. Такой тоже тиражируемый сюжет в интернете, так что называется. Если правительство нарушает закон, обязанность народа поднять восстание и спрятать это самое правительство. Юмор в том, что мы наблюдаем картинки, когда поднимаются выступления против правительства, которые не нарушают закон. Особенная жизнь в демократической стране еще и в том, что принимать правила игры. 2014-2015 год, может быть, вы помните получше, когда шло голосование за отделение Шотландии от Британии, Англии, выход на волю, референдум голосования 52% против, 48% за. Шотландия осталась в составе. То есть банальная, простейшая математика. 48% это почти половина народа. Но математика сошлась вот так. Ты говоришь, окей, я живу в демократической стране, я принимаю правила игры. Назреет вопрос, через 10 лет, через 20, проведем референдум, решим, ситуация пока что сейчас такая, какая есть. то, что мы наблюдали весь прошлый год, с января, с декабря, как власти пришли, да, и весь, как на работу ходили каждую субботу, это как раз вот это вот полнейшее непонимание, что ты должен принять правильные игры. То есть это детское, такое инфантильное, должно быть по-моему. А половина народа против. И что? То есть они кричат, что вы тут рабы, вы все забиви, а мы тут такие свободные, но мы хотим, чтобы все как один. Все как один были там. Мы оттуда все уехали. То есть вот эта вот полная каша в голове, убедить мы никого ни в чем не можем, да, разговаривать, пытаться как-то делиться, может быть, где-то какое-то семечко там прорастет засеянное. Ну, обольщаться, к сожалению, не приходится совершенно. Вот те самые книжки, мне же ваши слова. Вот, то есть действительно, у него 4 книжки уже вышло. И мне, кстати, вот это вот название гораздо больше нравится. В английской версии место среди наций все-таки, да. Место под солнцем смысл немножечко другой получается, да. Но опять же, это устойчивое выражение, понятное для русскоговорящих людей. То есть идея понятна, вот, но на мой взгляд, немножечко меняется. И спасибо, что он находит действительно время, вот в этой своей колоссальной работе он пишет, и борьба с терроризмом, ну, понятно, что это его личная травма, брата потерять, да, то есть он видит это как угрозу, и этому, собственно, всю свою жизнь и посвящает. Проскочила, вот это. Ну, про образование, я думаю, что вам напоминать не надо, да, то есть действительно, в Америке он закончил школу, потом семья сюда приезжала, туда уезжали, то есть, когда ему было 38 лет, и он стал самым молодым членом Кнессета, и его позиция начала обвинять, да какой-то он и неправильный еврей, американский казачок засланный, полжизни прожил в Америке, полжизни здесь. Но на самом деле, пока ты маленький ребенок, ты не выбираешь, где ты живешь. Учиться в Америке в университете будет настолько в порядке вещей, что это было быть не может. Из тех половины, 18 лет, он еще 4 года там работал, представитель обвод, то есть, как ты можешь это ему ставить, укрюка, да, это его роддом. Полидиологи. Полидиологи. Да, так что нам главное это, сказать, упрекнуть. И в чем левша? А левши талантливые люди. Есть такие, да? С пониманием закрываешь, да, 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 вот. Так что, это, святой не трож, что называется, правда же. 13 августа, Международный день левшей. Это повод, не заключен. Про семью я много не буду, потому что я тоже так думаю, что саму книжку пересказывать смысла нет, все читать умеют, все прочитают ее и послушать можно, вот спасибо, что наговорили, да. То есть дед носил фамилию Мерейковский, Мерейковский, тоже по-разному там на польские манеры, в такой латинской, скажем, версии, да, произносят. То есть, Митоняк, он стал уже здесь, когда в 1920 году переезжает в Палестину. Вот, и здесь еще два пока что парня. Вот, третий родится немножечко позднее, так что это такая вот симпатичная, вполне семья. и после того, как брат его погиб, конечно, все его мысли, все усилия, все, что он делал в политической жизни, все направлено на борьбу с терроризмом. То есть, после того, как отшумела одна мировая, вторая мировая, холодная, да, казалось бы, то есть, вот поднимает голову вот это исламские есть драконы, мир погружается вот в такую новую форму противостояния. Ну, причины можно предлагать любые, да, то есть, они могут объяснять нам свой терроризм чем угодно, но на самом-то деле это все просто ненависть такая иррациональная. И, кстати, вот в речи в конгрессе, ну, я готова была аплодировать, насколько точно были расставлены акценты, да, насколько здорово за все ниточки подергал профессиональный политик. Это профессиональный политик, потому что он знает, что он говорит, ни одного слова совершенно зряшнего нет. Это книжка Амита Сигаря. Читали, да? Вот у него глава про Нитаньяху «Держаться правой стороны любой ценой». Прекрасный, совершенно, он примеры приводит там, когда говорит, Нитаньяху вышел на свою правую сторону, кто-то старался быть правее, его он взял еще правее, и еще правее всех скинул и остался самым-самым правым. К сожалению, когда говоришь вот с нашими, с русскоговорящими, да, выходцами оттуда, вот эта вот схема простенькая, она в голове у людей сидит. И они не понимают, что они уехали из левой страны, и левые-то коммуняки, вы оттуда уехали, а здесь опять за левых. А я говорю, а правые, правые же, это фашисты. Я говорю, да просто вам никогда не говорили, что национал-социалистическая партия. Вам это слово социалистическое, что они, братья, обходили, и вы все поверили, что вот правое-то совсем плохо, да, где-то, если все время идти в одну сторону, ты придешь, круг замыкается, мы понимаем, но жизнь, она немножечко сложнее, устроена, и уж в израильской политике точно, да, не надо вот так вот очень просто ходить. Ну вот это вот железной рукой загоним человечество к счастью. Прекрасная фраза, он пишет там у всех, у кого он учился. Действительно, ему повезло с профессурой, он очень тепло пишет о своих учителях в университете, и ему там один из профессоров говорит, учитесь здесь все, что только можете, когда-нибудь это все приходится в вашей стране. И он говорит, я впитывал, 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 впитывал отовсюду. Когда я встречался с Маркой Летечером, я ему сказала, не читайте прессу. Вот просто вообще ничего. И вот эту вот толстую у себя слоновую шкуру, лишь надо вырастить, да, чтобы ты уже перестал вот на эти все нападки реагировать, мы с этим не рождаемся. Черчить в свое время по итогам Второй мировой, кстати, вот вчера на Пасхамской конференции такая сгодовщина была. Понимали прекрасно, с кем они в союзниках оказались против гитлеровской гримании, да, но точно понимал, что так можно восточнее. Сейчас ровно та же картинка, так можно восточнее, надо уйти, прежде, договариваться. В свое время, но мы помним эту историю, я не стала никак ничего этого цеплять, каким образом была обозначена та самая Палестина, на которую Британия получает мандат, и чем все завершилось в результате, да, то есть, опять же, вот, чем дальше на восток, тем лучше для успешного развития земледелия. Ну, вот сделали то, что сделали, называется. Опять же, вот имена, которые останутся в политике, кто пришел на смену? Пойди вспомните имена, правда же? То есть, когда мы говорим, лишь бы поменять любой ценой, вот столько власти нельзя, нельзя, все плохо, вот эта вот новая вия, которая приехала, путинская их называют, военная, там по-разному их называют, да, они пришли и сразу пошли на улице кричать, мы не хотим, мы знаем, как это было в России. Чего же там-то не ходили, не кричали? Ходили. Ходили. Ходили, кричали. Вот, ну, я, как бы к тому, что, в параллеле не всегда вот эти вот параллели, понимаете, то есть, там столько лет у власти, здесь столько лет у власти, но это единственное, может быть, что кажется похожим. Вот, не все так однозначно, да, еще такой триггер есть такой хороший. Вот, и эта фраза была как раз им сказана уже вот на этой самой последней речи в Конгрессе, когда он выступал. То есть, действительно, он сумел в этой речи блистательно совершенно вот между струйками пройти. И Байдену спасибо, и Трампу спасибо, и Харри спасибо, хотя она глупая женщина, она должна была вести эту встречу, не прийти. то есть, вот, зачем вот эта вот конфронтация идет с самого, ну, понятно, да. То есть, насколько он вот это все грамотно сумел объединить, и, ну, уж как представил наших, там только обрыдаться, наверное, просто можно, да, и вот это показает, что мы здесь, мы просто на переднем крае, а на самом деле они против вас, большой сатана, маленький сатана, да, то есть, вот, показать, что либо мы вместе выступаем против этой гидры страшильной, либо нет. Я как-то тоже в фейсбуке размещала пост, Марин, уже ответили, нет, когда, карта, вот, империя химинидов, когда они шли в Европу завоевывать, тогда у них на пути стали греки, греко-персидские войны, мы все помним по сегодняшний день. Спартанцы, вау, какие герои, марафон бегает весь мир до сегодняшнего дня, да, Саламин, там, название этих битв, просто вот. Ну, вот тогда греки. Греки тоже не говорили о себе, что мы выполняем миссию, мы спасаем Европу, то есть сегодня карта Европы выглядела совсем по-другому, если бы не тогдашние эти греко-персидские войны, пятый лет до нашей эры, да, сегодня Ира, ой, израиль на пути Ирана стоит. То есть на самом деле вот это вот крошечное, кстати, Нитальяху тоже приводит пример, когда он выступал там в ООН и на Мадридской, какого-то конференции он говорит, народу всегда когда показываешь карту Израиля, ну, вроде как карта и карта, да, а он показал вот этот весь кусок с мусульманскими странами, он говорит, я вот так вот показываю, вот там мусульманские страны, а потом вот так предъявил Израиль, говорит, народ ахнул, они географии не ущербами, ну, ты же поняли, это же визирно, географии, нет? Нет, все в соотношении, да, я про это, или про это? Я просто... Это поразительно, да, но это факт, да. Вот, и Архимед говорил в свое время, известный, известный немногим, да, то есть нам кажется, что вот все все знают, все все понимают, но не все все понимают. Я просто, когда глаза в глаза, тогда... Я извиняюсь, Галина, все равно. Не, 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 я не против, я к тому, что если все идет в ответ, то я подойду, и лучше мы обменяемся, пара из слов. А вот, ну, вот это самое выступление, то есть тут же пошли все эти тролли, не тролли, ну, бьют жестко, абсолютно. Политика, ну, дебаты там самое мягкое слово, политическая борьба, противостояние и прочее. Вся терминология такая достаточно суровая, конечно, то есть народ не стесняется совершенно ни в чем. Это Джерусалим пост, приложение на русском языке новости недели, да, вот там я тоже публиковала эту статью, вот, и они решили проиллюстрировать именно этой тетенькой, ну, что делать, так решили, так захотели. А вот, и... Ох, как красиво. Спасибо, Анечка. Та же Юнора Рузли, да, то есть, насколько вот мастерство формулировок, это действительно очень ценные такие вещи, да, то есть, пользуйся головой, управляй собой через голову, а другими, это только через сердце, потому что по-другому никак и нельзя. Действительно умеет говорить, действительно талантливый оратор, и это нормально, это его работа, и упрекает политика за то, что он хорошо говорит, хорошо пишет, хорошо формулирует, очень четко и коротко, это как раз значит, человек на своем месте абсолютно находится. А в свое время он тоже рассказывал, как Сильдия Берлускони встречался, и тот говорит, ну сколько у тебя газет пишут, тебя восхладляют, тебя, да, не будет ни одной, как ни одной, а как ты вообще со связанными за спиной руками собираешься еще выборы выигрывать какие-то, ну вот выигрывает. Вот, и это уже 22-й год, все-таки веке победы не года, да, вот этой вот революции, как ее называют, 17-го года, так, он мне какой-то пропустил вам слайд, отца хотела показать, вот, и он говорит, провели много лет, пришел легко, все перевернул, устроил революцию, захватил власть, другого термина нет, как захватил, они же выиграли выборы, ну да, выиграли, но я это называю захватом, вот как ты будешь с ними разговаривать, да, слушайте, сейчас я проверю, мне кажется, я просто может быть резко год, я проскочила, думаю, что-то у меня не хватило чего-то, то есть в Израиле политик, который не служил в армии, это тоже как бы не политик, да, служил, и отец, это, конечно, удивительный человек, и, кроме того, что отец, блистательный ученый, историк, то есть взгляд на инквизицию, он перевернул просто с ног на голову, тоже о Медсигане хорошо пишет, пока историки, говорит, поднимали челюсти с пола, он-то продолжает свои формулировки, то есть тоже хорошо, и вот это влияние отца умения вот думать, анализировать, это тоже очень, конечно, чувствуется, и когда Данява говорит о том, что будет бороться за премьерское кресло, отец говорит, и ты думаешь, что ты выиграешь, он говорит, ну, почему нет, надо попробовать, а что для этого надо, ну, надо в чайне народа, трожим, надо указать, куда идем, и сформулировать очень точно все эти моменты, отец говорит, слушай, так скажет тебе любой декан, и любой родный, и главврач поликлиники, то есть, главное, это что, он говорит, пап, ну, это как считается, что главное, образование, учись, учись и учись, то есть, на самом деле, вот, ценность образования, да, ну, вроде бы, казалось бы, еврейской семье, это не то, что обсуждается, но, тем не менее, когда мы сегодня видим, опять же, кстати, это ставится в укор виде, что, вот, то ли дело раньше, выходили на трибуну, были образованные люди, их приятно было слышать, а что нынче за правительство, ребят, других евреев у меня, у нас нет, то есть работаем с теми, что есть, вот, и, он тоже, вот, видел вот это все на его политическую жизнь, в чем ценность этой книжки, да, еще, ты читаешь, перед тобой история страны, разворачивается вся полностью, и ты можешь соотнести, вот, в этом году он там поступил, у Ленинс, это я в этом, те, те родились у него постарше, моего младше, или плюс-минус, да, то есть ты поднимаешь, вот эту реформу он проводил, у меня подружка тоже слушала, спасибо вам, вот, и там, вот, реформа экономическая, и он приводит пример про эту тетку сумасшедшую, которая там пришла пешком, рассказывает, как я тяжело, и вот как же и все, и девчонки эти обсуждают, делятся, говорят, ой, я же помню эту тетку, ее там по всем каналам показывали, то есть когда человек уже здесь жил, это все происходило на твоих глазах, то есть такие книжки, он сам там пишет о том, что эти книжки всегда попадают под удар, потому что тебе легко выловить любых блох, и сказать, да, а тут собрался, значит, везде собрал, да, и он говорит, вышла книжка на английском, или встали анализировать, сетевать, разбирать, обсуждать, вышла книжка на иврите, тишина, потому что либо ты обсуждаешь по существу идеи, да, либо ты молчишь, если по существу нет, и это же вот тоже все при нем было, когда он понимал, что все СМИ левые, что они вот зомбируют, действительно, потом, когда на смену газетам приходит телевидение, и когда у тебя один канал, и все смотрят одни, и те же программы, в чьих руках, тут и правит бал, да, и когда наконец-то этот СРАЛЬ, а ему появилось уже хоть что-то, немножко другой голос, ну, а потом, когда, да, это же у вас здесь на мамиле стояло, сейчас нету, по-моему, да, она как-то, гениальная такая вещь, совершенно была сделана, тоже, у Авито Сегале эта мысль есть, что еврейник один, который не знал, не чаял, не гадал, создавал соцсеть для общения студентов университетчика, но на самом деле это оказалось на руку, ну, про Фейсбук, конечно, речь идет, вот, то есть, Цукерберг сделал свое, сейчас я не знаю человека, который бы не любил, конечно, Фейсбук и Цукерберг, потому что делать, другого, опять же, у нас ничего нет, я взяла эти этапы большого пути, не знаю, насколько нужно, то есть, действительно, это все на наших глазах, на нашей памяти, пересказывает, мне кажется, нет никакого резона, и действительно, вот, хоть во внешней политике, хоть во внутренней политике, ты можешь, ну, проверять, да, что, действительно, ну, не соврал, он пишет то, о чем есть, и как это все выглядело, и если он выступал против соглашения ГОСЛО, он выступал последовательно против, и против вывода из газа, и так далее, и так далее, то есть, вот, никуда не крути, но вот эти две стороны, то есть, я тоже считаю, что, действительно, это уже, ну, высшей личности, тоже какое-то религиозное отношение, либо ты ценишь, видишь, уважаешь, либо нет, и опять же, и на внешнем периметре, и на внутреннем, мы работаем с теми, кто есть, когда его обвиняют, вот он за руку, руку жал Путину, это работа политиков, они все обязаны друг другу улыбаться, пытаться разговаривать, жать друг другу луки, никуда от этого не денешься, да, и то, что вытворяла Бама, да, и когда действительно, вот эта вот, такая прорывная такая вещь была, ведь Трамп, со своим, вот этим, подходом бизнесмена, я вам дам денег, отдайтесь уже, и отдайтесь, и успокойтесь, не надо никаких двух государств, двух народов, ну, блистательного решения, которое бы устроило всех, не может быть, от слова совсем, да, но это был вариант, его можно было обсуждать, как-то что-то куда-то двигаться, потом Трамп ушел, и все, а вайдер опять два государства для двух народов, мы эту волынку уже, в 83-й край, никуда, это нерешаемо совершенно, и когда вот эти вот все контакты пошли с саудитами, главным игроком, то есть, действительно, когда ты обеспечишь себе внешний периметр спокойствия, ты внутри можешь больше делать, а когда ты одновременно миллион задач решаешь, это не так просто, как хотелось, но не хотелось, да, то есть, вот эта фотография обретела мир, вот это, как он перебарывал себя, ведь это же страшная вещь произошла, то есть, террориста, легализовали, уж там даже, вплоть до Ногелевской премии, да, то есть, нерукопожарного преступника сделали человеком, ну, собственно, и Путина, и Гитлера, то есть, пока вы пытаетесь с ним разговаривать, делать вид, что он такой же, как вы, то есть, своими руками выращиваем, зажигаем этот пожар, потом его доблестно пытаемся погасить, то есть, потом уже по наследству досталось, за одним столом сидел, с Глентальяку с ним, потому что разговаривать-то как-то надо, и когда 30-летие, как раз этих соглашений, его сло отмечали, приезжал этот тур, Венеслав, и он говорит, 30 лет я здесь не был, и в худшем состоянии, я его еще не видел, то есть, если вам нужна земля, вот вам земля, толку нет, кричат, что они из-за религии, нет, не из-за религии, и что бы они ни говорили, какие-нибудь аргументы не приводили, это все вранье и вранье, но они сейчас уже честно говорят? Абсолютно, то есть, они честно говорят, нам надо, что мы не проиграли, а этого никто не слышит, то есть, вот так вот, здесь слышу, здесь не слышу, да, опять же, избирательность такая, и вот к этому прийти, в 20-м году, да, к соглашениям, когда действительно ведущие арабские игроки, то есть, проблема не с арабами, с арабами с кем-то, если ты говоришься, а с самих тоже можно подтянуть, а вот иран, который чужими руками каштаны таскает, да, не бывает иранцев, шахидов там, или еще кого-то, да, то есть, абсолютно дергает за ниточки, и чужими руками себя просто решает, поэтому на внешнем периметре любят упрекать, вот сейчас тоже после этой речи говорили, надежду не вселил, детский сад, что у тебя можно вселить, либо ты видишь ситуацию, визируешь, ой, ну что он там с американцем, ведь ни с кем же и так и не договорился, а с кем он должен был договориться, с Байденом, который даже не понял, с кем он договорил, да, с Харрис, которая не пришла, с Трампом, он со всеми тремя приватно поговорил, в какую-либо сторону выборы там, весь мир сейчас ждет исхода этих выборов, да, причем тут Биби, который не договорился с Америкой, Америка сама собой еще не договорилась, и до ноября мы ничего сделать не можем совершенно, идет так, как идет, поэтому в этой ситуации, ну то есть, судить надо из сегодняшнего дня, из тех реалей, которые есть, вот эти все, извините, вопли, что, этого нашли Ханью, аж вон где, да, и метко пынули, но это не мы, а тут вот, в 100 километрах заложники бы их найти не можем, да мы бы их давно и нашли, и кого-то нашли, но их же не для того брали, чтобы менять, то есть, это все на всех, ну то есть, даже в Хамасовске, в мозге не приходит мысль, что там 8 тысяч, которые у нас есть заключенных, на тех 120 поменять, да, то есть, цена вопроса, тоже ж надо понимать, что любое твое какое-то действие, оно рождает последствия, то есть, все-таки, и, 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 есть, поэтому, с кем только не приходилось встречаться, сидеть за столом и прочее, ну, такая работа у человека, что делать, на внутреннем, нашем, да, периметре, то есть, сделал, когда прививку, опять плохо, ой, это цирк, Оскар, студию, все ерунда, да, стартап нация, это прием, хочешь ты, не хочешь, признание ложь, не признаешь, когда он ездит по миру, и когда Израиль торгует технологиями, капельного, орошения, да, помидорки, черри, все, что хочешь, и он тоже в книжке приводит, пример, когда я выступаю, и говорю, в какой стране самые высокие удои, на одну корову, и, говорит, начинают кричать, Голландия, Франция, Америка, привет, ребята, опять Израиль, да, вот, то есть, сколько всего изобретено, то есть, там, конечно, очень много всего и в области хай-тека, и военных всяческих технологий, ну, потому что мы в таких условиях живем, вот, но при этом, вот они, эти коровы, рекордсменки, то есть, рекордсменка европейская, семь с половиной тысяч литров, американки до десяти, российские четыре литра, рекордсменки, израильская средняя, 12 тысяч литров, рекордсменка до семнадцати, семнадцати и шестьсот восемьдесят, то есть, цифры, ваше космические совершенно, да, то есть, опять же, почему, потому что, это технологии, за каждой коровой смотрят, состояние здоровья, потребности, воздух, все, 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 абсолютно, что только ей нужно для жизни, вот, это прямо взяла кусок из газеты, не стала ни газету, ни фамилию журналиста писать, все плохо, Нитоняху плохое, для него главное выживание, знает чем купить, все, но по большому счету, Нитоняху выжилает желание большинства населения, ну, так ты сам сказал, да, ты слышал, что ты сказал, то есть, вот это же их и бесит, вот и ключик к секретам долголетия, да, ну, так значит, те, кто не попали в это большинство, ну, постарайтесь как-то продумать, проанализировать, или принять правила игры демократического общества, вы здесь выходите на площади, альете меня, забодали в нашем районе, рядышком, то есть у нас, как суббота, не выйти, не выехать, никуда, все перекрывается, и ты к дому огородами, огородами подбираешься, то есть, вот это вот, выходите в демократическом обществе, чтобы он какие-то диктаторские вам вещей, или чтобы вы, да, вот, а мы хотим, чтобы было так, Александр I в свое время, Англия воевала против Наполеона, пришли ко мне 100 тысяч, ну на, 100 тысяч мужичков, не жалко, вот, суворов через Альфы, да, нас на этом воспитывают, но это же все отношение к людям, как к расходному какому-то материалу, да, абсолютно, Афганистан, да, все, что хочешь, да, примеров таких тоже очень много, можно разных приводить, какое демократическое государство, как Америка крепла за Вьетнам, да, и до сегодняшнего дня, но опять же, прежде чем послать, каких, это у меня, оказалось, то есть, действительно, и он об этом в книжке пишет, в демократической стране правительство раз подумает, прежде чем начинать войну, тебя просто потом не выберут, а если ты намерен вести деятельность так, чтобы потом еще остаться дальше на вторую сроку, как это нормально, ты для того и приходил, чтобы что-то доброе сделать, чтобы тебя перезабирали, это твоя работа, в этом заключается. Элли Визеля, он тоже не тоняку обращался к нему, и даже одно время предлагал ему баллотироваться на пост президента, вот, Визель отказался, он чуть-чуть, наверное, американец больше, да, мы чаще Визеля цитируем в том плане, что сгорели в печах осветцы, мы гений еврейский, который могли бы изобрести то-то, то-то, то-то. а он как раз поддерживает ту мысль, которую им пенсионный таняху предлагает, о том, что холокост, это не с 39-го года по 45-й, а это все-таки побольше, и что это как, такой, как торф, да, вот где-то там огонь внутри идет, то есть антисемитизм, ирфрациональный какой-то, он клеит, потом прорывается, потом еще, то есть это вечная такая история, никуда не деться. И сейчас это сын Эли Визеля, Эли Ша, и он о том же самом говорит, то есть ему, с одной стороны, очень трудно было выйти из тени отца, все-таки имя, которое давит здорово, но он сумел, справился с этим состоянием, и вот шикарная тоже формировка, достояние невеже. Ведь сколько пытаешься, ну в Фейсбуке мы сейчас много там времени проводим, и как только ты начинаешь задавать вопрос, предлагает какую-то беседу, аргументированно что-то, вот, а как ты думаешь, а как это, нет, вот тебе розунги прокричали, и все, и все уходят, тебя удаляют, а можно я сейчас сказать, эээ, и уйти от 1 доллара, да, слиться, 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 да, то есть вот на самом деле вот это вот невежество, к сожалению, оно есть, вот здесь вот Эли Визель, это вот, на самом деле, он спас, эта фотография нейка иллюстрации, вот, поэтому читаем его источники, чтобы сели в рецепт, либо там, нам не перепутать, никогда и никак, Михаил, спасибо вам еще раз, за то, что вы такую большую работу проводите, делаете, вот, если хотите, то есть вот в фейсбуке можно меня найти, там тоже читать, обмениваться впечатлениями, книжка выйдет, если вдруг пригласите, с удовольствием в виду, давайте, скажите нам, что-нибудь, спасибо большое, я хочу показать, вот этот квадратик, магнитный, на нем все три книги, которые переведены на русский, вот эта последняя переведена, с английского, заходите, скачиваете, и читаете, и слушаете, это, я занимаюсь аудиокнигами, кроме того, здесь есть ссылка на всю аудиодиблиотику, там сейчас 115 книг, в основном, это по иудаизму, и сионизму, скачиваете, слушаете, читаете, в общем, это я для людей, это я для людей, спасибо большое, Лена, вот написали, те, кто не дошли, и Розелих Манна писала, вообще-то не люблю жанр биографии, тем более автобиографии, а уж автобиография действующего политика, наверное, последний жанр, который я... Сейчас, секундочку, дежуретную услуги, но как-то раз приехал, помочь, с внуками, обнаружила своего сына, читающим запой, заполночь, несмотря на завтрашние, ранее, и решила, что это достаточная рекомендация, не ожидала, что получу такое удовольствие. Для данного жанра, очень плотный, насыщенный текст, почти без абстрактных рассуждений, и без воды, нашла ответы на несколько вопросов, почему и зачем, которые мне давно хотелось задать, это она на английском читала. Узнала много интересных фактов, еще один момент, который я считаю примечательным, отсутствие опровержения. Учитывая накал, рак, но випе, не сомневаюсь, что книжку под микроскопом разобрали на буквы, в поисках чего-то, что можно было бы назвать ложью. Но я не видела ни одного опровержения. То есть на все сотни стараний, ни слова страниц, ни слова лжи, или даже преувеличимо. Да вот святое. Вырочи очень политические, я бы сказала. Потому что, действительно, многие считают, что минуары, как бы, ну, с возраста начинают читать, да, то есть, всему, каждый год в свое время, да, что называется. И действительно, вот читается легко, кстати, это тоже показатель, вот, интеллекта и высокого, человек умеет легко излагать свои мысли, связано, красиво. Ну, и со слугой переводчиков, конечно. Спасибо вам большое. Ну, да, всем? Да, я раздаю эти, бесплатно, все эти квадратики, потому что меня поддерживает там, перелет культов, гостеприимную... И ваш кульбах поддерживает. Да. Руководитель, руководитель Лариса Яновская. Я должен это сообщить. Молодец. Спасибо большое. Слушайте, Марина, и от меня большое спасибо, потому что вот, ну, и пригласила, да, люди выйти, да, и вот такие вот знакомства нечаянные, потому что я читаю, ну, вот есть такой Михаил, вот сделал такое доброе дело, думаю, обязательно скажу, а тут, здравствуйте, ты живой человек. Да. Спасибо. 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 Спасибо большое. Мариечка, побегу. Спасибо большое. Рада. Приглашайте. Вообще я рассказываю про художников, про красоту, о высоком, про любовь, про греков, да, поэтому, понятно, такие темы они часто отпугивают, но во всем, что, например, это, 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 отлично.